Совсем недавно в одном из наших сюжетов мы вам рассказывали о приятном событии для любителей и ценителей спорта. А именно о том, что на территории второй школы Алла Кашихабль начато строительство долгожданного футбольного поля. Работы были начаты в конце июня, за ходом которых почти что ежедневно наблюдает тренер по футболу Дю США Аслан Агрыжаноков. Он всей душой радуется за спортсменов Кашихабльского района и их болельщиков. Футбольное поле уже планировалось, давно об этом говорили. Хочу напомнить, что футбол в нашем районе имеет очень хорошие давние традиции, результаты были хорошие. И благодаря руководству республики, района, депутату Госдумы Хасанову, который работал председателем республиканского спорткомитета, нам выделили это поле. Начали строить в начале этого года и очень хорошо поработали. Видно было, что профессионалы уложили, управились. И у нас в итоге появилась прекрасная искусственная футбольная поля. Что именно было сделано, какие работы? Ну, в первую очередь, по технологии сняли дерн, сделали дренажные работы провели, проложили трубы, чтобы влага уходила. И одна бригада это сделала, другая бригада тоже. Ну, как говорится, по специальности искусственное покрытие они уложили. Теперь, значит, насколько мне известно, планируется построить трибуны на 250 мест с двумя раздевалками. Это будет вообще классно, потому что футболистам и детям, которые тренируются, будет место, где раздеваться. Судейская будет, тренерская будет. И болельщикам будет очень уютно. Я надеюсь, что этот вопрос, насколько мне известно, он стоит на контроле у Заура Аскорбевича. Он сам, как преданный, сам очень хорошо играл в футбол. Поэтому, я думаю, все будет доведено до конца. И мы будем радоваться не только полю, но и стадиону, трибуну. И болельщикам это будет очень удобно. Когда планируется завершить все работы? Ну, насколько мне известно, говорили, значит, где-то к концу октября, в октябре должны были завершиться эти работы. Параллельно с сдачей дворца борьбы, где очень хорошо, сколько я не смотрю, день и ночь работают газовики, газ-энерджи работают. Учтены были наши пожелания при создании трибуны. Воспитательники школы вообще как отнеслись к этой новости? Ну, это не только воспитательники школы. И дети, и взрослые, и тренера отнеслись с восторгом. Без не кривля душой скажу с восторгом. Потому что это будут совсем другие условия. Поле всегда будет не косить, не размечать, не надо. Любые соревнования. Плюс еще зимой, в дождь и в холод детям, ребятам будет переодеться. Ну, уже на современном уровне. А то, я всегда говорил, мы вроде бы в 21 веке живем, а условия были вот такие. А сейчас, благодаря еще раз, хочу огромное спасибо сказать и руководству республики, и руководству района, и Хасанову, что за этот великолепный подарок, который они сделали. Это будет самая хорошая реклама для привлечения детей. Очень хорошая реклама. И болельщики будут приходить. Потому что футбол очень популярен в нашем районе. Также в Кашхабльском сельском поселении быстрыми темпами продолжается реконструкция спортивного комплекса. 12 сентября наша семочная группа побывала на месте и смогла лично убедиться в том, как продвигается строительство. На объекте нас очень радушно встретил прораб Алик Яраносян, который весьма подробно рассказал о проделанной и предстоящей работе. Вся используемая техника принадлежит им, подрядной организации «Южгострой». Работы ведутся каждый день, что позволяет им по некоторым параметрам опережать установленный график. На сегодняшний день что уже вы успели сделать? На сегодняшний день делано очень много работ. Облицованы все стены гипсокартоном, короба, балки зашпаклеваны, уже готовы к чистовой отделке. Проведены на 90% электромонтажные работы, проведено отопление, водопровод. Вот с завтрашнего дня уже начнем устанавливать унитазы, раковины. А на улице снаружи? На улице сделано благоустройство. Вот на данный момент вы приехали, видели, мы асфальтируем от мосток. По благоустройству очень много сделано. Бордюры, палисады, подготовка под асфальт, ну чтобы положить асфальт на дорогу. На сегодняшний день сколько людей задействовано в работах? 20 человек у нас на сегодняшний день работают на объекте. По срокам вы успеваете? Да, все согласно графику, некоторые виды работ с опережением идем. Работаем так же каждый день, без боев, без праздников. Комплекс состоит из двух этажей. Каждый поделен на множество кабинетов. Это зал индивидуальной силовой подготовки, тренажерная, тренерская, раздевалки, душевые и так далее. Гордость объекта – теплогенераторный сектор, который будет обеспечивать теплом и горячей водой все здание. Мы врезали, новый водопровод сделали с улицы, наружную канализацию 100% мы сделали, наружный водопровод 100% мы сделали, опрессовали, уже врезали, пользуемся. Сейчас планируем все это спаять, на полкафель буду ложить, сверху там под шпаклейку будем красить. Холодная вода, вентиляцию мы провели, вытяжку, приточку, там, дыма удалили. Подача воды, канализация, внутренняя, наружная. Наружный водопровод мы уже врезались, мы снова вот такого пользуемся. Водопровод подвели уже прибором, канализацию все сделали, электричество подвели. В общем, работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Это внутренняя отделка, облицовка фасада здания, благоустройство прилегающей территории, оформление двора и строительство автостоянки. Особым фактором в реконструкции объекта является его безопасность, которая позволит уберечь находящихся в здании людей в случае непредвиденных ситуаций. Это система видеонаблюдения, новейшая система пожаротушения и дымоотведения. Судя по ходу производимых работ и в уверенности Али Кайраносян, объект стопроцентно будет сдан в срок и с высоким качеством.